Учтив все требования санитарных норм и даже обратили внимание на дизайн. Как рассказывают специалисты, для каждого типа городской застройки они разработали свой внешний вид мусорной площадки. В первую очередь устанавливать их начали взамен поврежденных, а также во дворах, где прошел капитальный ремонт. Сейчас таких площадок в городе уже 15, а до конца года должно появиться еще 42. Причем 23 из них поставят во дворах домов, в которых жители отказались от мусорпроводов. Эти все очистки, вот это все вот кидает, вот это все. Это ужас какой-то. Люди же у нас вот мусорпровод и все равно там все летит, все. В общем, не знаю, мне кажется, раздельно лучше было бы. Неудобство составляет то, что эта мусорная площадка находится через три дома от меня, а не то, что раздельно. За границей уже давно это, в 80-х годах еще начали такие новшества. Мы всегда боимся, но тем не менее к нему надо идти, я думаю. Хоть большинство казанцев настроены к таким нововведениям положительно, трудности все же остаются, рассказывает в исполкоме. Поэтому, следуя примеру москвичей, в республике хотят создать документ, регулирующий мусорные вопросы. Соответствующее письмо уже направлено в правительство, но перенимать опыт специалисты намерены не только в этом. Мы сейчас этот опыт изучаем тоже разного цвета контейнеры, значит, но у них еще и мусоровозы разного цвета, значит, они собираются внедрить. Посмотрим, как это получится, насколько это целесообразно с точки зрения экономики тоже. Если не будет сказываться на тарифах, то мы, возможно, тоже этот опыт примем, но пока в изучении. Перестали поступать жалобы на смешивание рестартированного мусора, рассказывают чиновники. В этом году такой случай зафиксировали лишь единожды. Зато увеличилось число недовольств на несвоевременный вывоз мусора и отсутствие этикеток на контейнерах. В ближайшее время эти проблемы будут устранены, заверили в исполкоме.